Привет, YouTube! На данном уроке мы поговорим о двух самых известных и популярных техниках тест-дизайна, которые я использую в своей работе и которые чаще всего спрашивают на собеседованиях и при выполнении тестовых заданий. На самом деле таких техник тест-дизайна существует гораздо больше и более подробно со всеми ими вы можете ознакомиться в книге Ли Копленд «A Proctionist's Guide to Software Test Design», название которой я оставлю обязательно в описании. Давайте разберемся, что же такое тест-дизайн. Это этап процесса тестирования нашего программного обеспечения, на котором проектируются и создаются тестовые случаи, либо тест-кейсы, о которых я говорил на прошлом занятии, в соответствии с определенными ранее критериями качества и целями тестирования. То есть, простыми словами, это придумывание наших тестов, то есть их разработка. У тест-дизайна есть две основные цели. Во-первых, это то, что мы должны придумать такие тесты, которые могли бы обнаружить наиболее серьезные ошибки для нашего продукта. А вторая цель – это минимизация количества таких тестов. И раз мы уже разобрались, что же такое тест-дизайн, давайте поговорим об этих двух популярных методиках, которые используют тестировщики в своей работе чуть ли не каждый день. Во-первых, это эквивалентное разбиение, либо же тестирование классов эквивалентности. А второй тип – это анализ граничных значений. И начнем, конечно же, с эквивалентного разбиения. Давайте с вами сначала разберемся, что же такое класс эквивалентности. Это входные данные, которые обрабатываются нашим приложением одинаково, либо же обработка которых приводит к одному и тому же результату. Для того, чтобы разобраться в класс эквивалентности, сразу приступим к разбору следующего примера. У нас есть задача. Представим, что существует некоторая компания, в которой в зависимости от возраста соискателей будет приниматься решение, брать этого человека на работу или нет. Условия для нашего примера будут следующие. Если возраст нашего соискателя от 0 до 13, мы не нанимаем такого сотрудника. Если возраст от 14 до 17, то здесь будет у нас part-time. Если от 18, предположим, до 55 – это full-time. И от 56 до 99 – не нанимаем таких сотрудников. И, как мы с вами видим, мы уже сформировали 4 класса эквивалентности. Как я уже сказал, это некий диапазон значений, который обрабатывается нашей системой одинаково, либо же обработка диапазона которого приходит к одинаковому результату. То есть, например, для возраста от 0 до 13, результат мы не нанимаем таких сотрудников. Вот это уже можно взять как один класс эквивалентности. Как вы видите, у нас уже есть 4 класса. То есть, это некоторые позитивные классы. Но также, если мы с вами вспомним о позитивных и негативных тестах, также есть и позитивные, и негативные классы эквивалентности. Если мы говорим о возрасте сотрудников, которые мы не нанимаем, также мы с вами сможем уйти за пределы нуля. То есть, взять, например, такой диапазон, как от минус бесконечности до нуля. Такие значения также можно принять. И если мы говорим о сотрудниках, которых мы не нанимаем, также сюда можно отнести от 100 до плюс бесконечности. Это тоже класс эквивалентности. Плюс ко всему мы, скорее всего, будем использовать именно эти числа в некое поле ввода. А в поле ввода мы можем ввести, к примеру, буквы, либо же спецсимволы. И это также у нас будет классами эквивалентности, негативными классами эквивалентности. То есть, все это мы можем учесть при нашем тестировании. И давайте с вами перейдем к основным правилам данной техники тест-дизайна. Их два. Одно из которых мы уже с вами выполнили. Во-первых, это определение класса эквивалентности. И второе правило – проведение хотя бы одного теста для одного класса. То есть, мы должны взять хотя бы одно значение из класса эквивалентности для того, чтобы нам подтвердить тот факт, что система обрабатывает все значения в этом классе одинаково. Возвращаясь к нашим основным позитивным классам, то есть, мы берем из каждого класса по одному значению. Чаще всего советуют брать значения из середины данного класса. Например, если мы говорим от 0 до 13, то середина здесь будет либо 6, либо 7. То есть, это значение мы и будем тестировать. Так мы делаем для каждого класса, включая наши негативные классы эквивалентности, про которые я говорил чуть раньше. Это то, что касается техники эквивалентного разбиения. То есть, мы уже с вами видим, как мы упростили нашу работу и в дальнейшем повысили эффективность и время на проведение наших тестов. Вспоминая урок, посвященный основным принципам тестирования, один из принципов гласит, что исчерпывающее тестирование невозможно. И именно данная техника тест-дизайна позволяет нам действительно использовать только одно значение и не проводить, к примеру, как здесь 14 тестов на данный класс эквивалентности. Вторая техника тест-дизайна, которая очень сильно связана с эквивалентным разбиением либо же тестирование класса эквивалентности, это анализ граничных значений. Возвращаясь к нашим определенным классам эквивалентности, к позитивным, здесь мы видим границы этих классов. То есть, это 0, 13, 14, 17, 18, 55, 56, 99. Плюс также эти границы есть и для наших негативных классов. Но сейчас мы давайте с вами остановимся более подробно на позитивных. Что же под собой подразумевает данный анализ граничных значений? Первое правило здесь такое же. Это определение класса эквивалентности. Не класса, а класса. Второе – это определение границ этих диапазонов. Об этом мы тоже с вами уже поговорили. И третье – это проведение трех тестов для границ. На самой границе, на значении выше этой границы и на значении меньше этой границы. Давайте с вами теперь вернемся к нашему примеру и посмотрим, как это работает на практике. Смотрите, мы определили с вами границы для каждого класса. И давайте для примера возьмем такой диапазон, как от 18 до 55. Что же гласят наши правила? То есть мы берем обязательно вот эти граничные значения 18, 55, а также еще два значения на этой границе. То есть значение меньше и значение больше. В данном случае это будет значение 17, 18 – сама граница и 19. И также значение 54, сама граница 55 и 56. Если бы мы говорили о том, что наша система может обрабатывать десятичные дроби, тогда бы значение было бы максимально приближено к нашей границе. То есть здесь бы было значение, например, 54 и 9, 55 и 55 и 1. Если бы у нас использовался только один знак после запятой. То есть это вы должны помнить. И обязательно использовать данные значения. Как вы могли заметить, когда мы используем технику анализа граничных значений, мы также проверяем и тестируем класс эквивалентности. То есть эквивалентное разбиение также у нас задействовано. То есть мы берем значение, которое также входит в класс эквивалентности. Например, 54. То есть оно входит в этот класс от 18 до 55. И вполне возможно не проводить дополнительное тестирование уже по этой технике тест-дизайна. Так мы убиваем с вами двух зайцев. Но, как я уже говорил в начале нашего урока, я бы вам посоветовал еще тестировать значение на середине данного диапазона, так как это улучшит качество вашего теста и с большей вероятностью позволит вам не пропустить какое-либо значение, которое обрабатывается нашей системой неверно. Именно две эти техники очень часто спрашивают на собеседовании. Не побоюсь повторить это еще раз для вас, чтобы вы уложили у себя в голове, на что вам стоит обратить внимание при подготовке к собеседованию. Да, вы можете также прочитать ту книгу, про которую я вам рассказал в начале занятия, и узнать про попарное тестирование, создание таких таблиц, которые позволяют нам это делать. Использование такого инструмента, как PICT. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать на данном занятии. Пожалуйста, усвоите эту информацию очень хорошо. Попрактикуйтесь на других примерах. Прочитайте книгу Ли Копланд. Там также содержатся хорошие примеры на все техники тест-дизайна. И тогда со спокойной душой вы сможете сказать, что вы разобрались в техниках тест-дизайна и будете готовы к вашему интервью. А мы же с вами увидимся на следующем занятии, которое будет посвящено оформлению отчетов о дефектах, либо же о баг-репортах. Также на этом занятии мы разберемся в жизненном цикле дефекта и научимся с вами работать в такой баг-трекинговой системе, как Jira. Поэтому оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Ваша обратная связь очень важна для меня. А я в свою очередь прощаюсь с вами. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!